Если ты будешь соблюдать мой совет, к 30-35 ты будешь мультимиллионером. Наследства нет, семья бедная. Планирую стать предпринимателем, но не знаю, как начать. Сейчас, грубо говоря, есть 100 тысяч рублей. Эти деньги лучше инвестировать на свою девушку. Следующий вопрос. Как пережить кризис 2020 года? В каких активах хранить капитал? Как не потерять капитал? Стоит ли хранить его в наличных деньгах? Из всего того, что мы сейчас говорили, это будет для вас самый выгодный вариант. Ваши 20 тысяч превращается в 100 тысяч. И не надо думать, будет ли не будет. Веди себя так, как будто все идеально в твоей жизни. Помню, успех прежде всего это психология. В твоей жизни появляются только те вещи, которые ты способен принять умом. Преста несколько вопросов. Открыть свою аптеку. Ему придется потом это делать. Прицепы что-то вставить. Это целью, чтобы помогать большее количество людям. Здравствуйте, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели, зрители. Спасибо, что смотрите нашу рубрику. Надеюсь, что эта рубрика «Вопросы Довлатова» дает вам что-то полезное. Я работаю для того, чтобы принести вам пользу. Вся моя команда помогает мне. Все наши представители, франчайзеры, организаторы, партнеры. Дорогие друзья, всегда ставьте под почту, которую видите под этой рубрикой. Всегда напишите актуальные вопросы, мы готовы отвечать. Если на какой-то ваш вопрос мы не ответили, это не означает, что мы невнимательны или не хотим вам ответить. Это означает, что значит похожий вопрос уже есть ответа. Поэтому, поскольку многие вопросы, они похожи, поэтому мы одинаковые ответы не даем. Поэтому просто нужно посмотреть разные наши записи, вы найдете ответ. Всегда есть ответ. Обязательном порядке ответа есть. Дорогие мои. Хочу ответить на несколько вопросов, которые пришли в эту неделю. Хочу вам сказать спасибо, что вы с нами. Ставьте лайк. Рекомендуйте нашу рубрику своим знакомым, друзьям. Хотя бы от трех до пяти человек поделитесь, если вам ответы по душе. Дорогие мои, вот несколько хороших вопросов. Здравствуйте, меня зовут Юлия Денисенко. Все Украине. Я занимаюсь рукоделием из джута. Делаю шкатульки, картины, украшения и так далее. Скажите, пожалуйста, свое мнение. Смогу ли я на этом зарабатывать или нет? Продолжать делать как хобби или можно зарабатывать на рукоделием из джута? Юлия, дорогая моя, конечно, можно зарабатывать. Но если вы в нем добавите какой-то эксклюзив, чтобы она была у вас либо лучшим дизайном, либо лучшим авторским стилом, либо что-то такое. Но она должна отличаться от тех рукоделей, которые делают другие люди. Помните, если она будет вашим продуктом конкурентоспособным, только тогда вы можете это превращать в бизнес. Поскольку это ручная работа, маржиналность должна быть очень хорошая. Но вы его потоки ставите очень тяжело. Большой поток ставить трудно, но вы его будете сделать на том мере, который сколько успеваете. Бизнес – это когда как река. Это когда можно превращать в поток. Если вы можете превращать в поток, тогда это превращается в бизнес. Но на данный момент, поскольку вы это хорошо умеете делать, и это вам нравится, просто ваша задача научиться сделать с каким-то изуминками, с каким-то конкуренными преимуществами, чтобы вы отличались от обычных других, кто это делает на рынке. Много же люди могут это делать. Поэтому, если у вас будут значительные отличия по дизайну, либо по качествам, либо что-то техническое или технологическое и так далее, тогда в обязательном порядке вы это можете хорошо продавать. Маржинальность высокая, но количество будет тем меньше продавать, но хорошими маржинальностями. И тогда у вас будет хороший доход. Для этого вам нужен один помощник, который вы его называете менеджер по продажам. Все. Пусть он занимается по интернете, везде создавляет трафику, продвигает ваши продукты и так далее. Пусть он этим занимается. Вам нужен один человек, менеджер по продаже. А вы занимаетесь производством, он занимается продажами. Дело пойдет очень хорошо. Но помните, только когда он продажи делает, деньги не должны поступать ему. Деньги должны поступать к вам, и вы тогда отдадите ему комиссионный стабильно. Вот тогда дело пойдет очень-очень хорошо. Продавайте. Но большой поток от этого создать невозможно, поскольку это ручная работа. Но все равно на этом можно зарабатывать. Пожалуйста, продолжайте. Старайтесь вот как команда работать. Здравствуйте, меня зовут Юрий, 19 лет. Учусь в институте на третьем курсе. Осталось еще два года. Есть девушка. Наследства нет. Семья бедная. Планирую стать предпринимателем, но не знаю, как начать. Сейчас, грубо говоря, есть 100 тысяч рублей. Думаю накопить через банковский депозит. Когда закончу институт, дальше копит. Пока закончит учебу девушка, она закончит через год. Она занимается маникюром. И образование у нее соответствующее. Думаю помочь открыть ей салон. Маникюра. Педикюра. Как вам идея? Есть вариант приехать в Краснодар. Собирать деньги и купить однокомнатную квартиру или студию. И там устроиться на работу. И начать какой-то бизнес. Но я без не успею. Старий уже буду. Не знаю, что делать. Квартиры пока нет. Спасибо. Юрий, дорогой мой, тебе 19 лет. Если ты будешь соблюдать тот совет, который сейчас я тебе расскажу, ты все добьешься. Я тебе советую первым делом расписать свою жизнь до 100 лет. И не надо думать, будет или не будет. Веди себя так, как будто все идеально в твоей жизни. Первым, что должен ты понять, себя убедить первым делом. Помню, успех прежде всего это психология. Это не физическое достижение. Прежде всего это психология. В твоей жизни появляются только те вещи, которые ты способен принять умом. Дозволить себя и верить в них. Поэтому первым делом я тебе рекомендую. Тебе 19 лет. Столько еще хорошего тебе будет в жизни. Составляй план до 100 лет. Пиши идеальные картины моей жизни. И пиши все, что ты хочешь, чтобы было в твоей жизни. Представь, что это твоя жизнь. Ты сам должен внести туда, что тебе нравится. Это похоже, что это твой телефон. Ты сам загружаешь в те программы, которые тебе нужны. Или это твой компьютер. Ты же сам туда все загружаешь или пишешь то, что тебе нужно. Или это как похожа твоя комната. Ты в эту комнату сам заносишь то, что тебе интересно. Первым делом пиши свою жизнь до 100 лет. Я так делал, когда мне было в 7 классе. 14-15 лет получается. Или там вот в этом возрасте. И это изменили всю мою жизнь, кто я есть. Делай так. И второй важный вещь, чему ты должен научиться. Научись навыки продажа. Научись навыки продажа. Я повторяю. Учись, где ты учишься там. Где ты учишься. Ты пока студент. Но параллельно развивай себе навыки продажа. Рекомендую, прочитай хотя бы 5 книг по продаже. Стань агентом по продаже. Понимаешь? Когда у тебя появятся навыки продажа, ты на комиссионной будешь работать. Но будешь зарабатывать хорошо. У тебя не будет риска. Как, например, большой риск, как у бизнесмена. Но у тебя будет хороший доход. Работай на комиссионной. Развивай в себе навыки продажа. Тогда у тебя появляются деньги. Когда у тебя появляются деньги, потихонечку их инвестируй. Следующая вещь, чему ты должен учиться. Стратегия инвестиций на длительный период. Не на один день, не на два дня. На 15-20 лет. Если ты будешь соблюдать мой совет, к 30-35 ты будешь мультимиллионером. 40 точно будешь миллионером. Бог даст. Если ты будешь соблюдать. Не то, что там, как ты пишешь, одну квартиру для студии купить. Да ты станешь мультимиллионером. Если соблюдаешь эти правила. А что касается приехать в Краснодар или там квартиры купить или нет. Эти деньги лучше инвестируй на свою девушку. Открывайте с ним вот этот салон, который ты говоришь. Вместо открывайте салон. Тогда доход будет расти. Ты стань инвестором для своей девушки. Просто так не давай ей деньги. Если просто так даешь, она не будет внимания обратить. То есть она не чувствует, что их надо восстановить. Представь, если с банка она брала бы, с банка пришлось бы вернуть. Правильно? Если посторонним брали, вернула бы. А поскольку ты его парень, она может расслабиться и думать. Ну и ладно, ну не получилось. А ты ее любишь и вот так и деньги исчезнут. Нужно, чтобы она почувствовала ответственность. Тогда ты скажи, я могу инвестировать в твоем бизнесе. Наступит день, когда ты будешь миллионы-миллионы давать ей. Наступит день. Но сейчас первые шаги и ей будет полезно почувствовать ответственность. Чтобы контролировать деньги, чтобы расходы не выросли. Поэтому это пойдет и тебе на пользу, и ей на пользу. Когда ты просто поступаешь как инвестор в бизнесе, в бизнес-партнеры. А дома вы парень и девушка. А вон тут. И она почувствует дисциплину, финансовую дисциплину. И ты почувствуешь. И вам это оба будет полезно. Начните с этого. А за счет того, что купить квартиру или студию и так далее. Ничего страшного. Сначала арендовай. Арендуйте. Сначала. Так будет дешевле вам. А попозже, когда у вас будет стабильная прибыль пойти. Из салона и так далее. 30% своего прибыла выделяйте в сторону. 30% для приобретения жилья. Для активов. Жилье для вас это актив должен быть. Просто 30% выделяйте. А остальные 10%. Запомни. 10% держите на резервный фонд. Накопите наличными. Я имею в виду от прибыли вашего салона, который пойдет. А 60% накопите, накопите, открывайте второй салон. Третий салон. И так далее. Из этого 60%, который вы накопите. Сначала выложите, инвестируйте на свои мозги, чтобы научиться, как управлять 2-3 салона. Чтобы как навыки развивать. Способности развивать. Как менеджмент развивать. Организацию. Автоматизацию. Чтобы вам было легче управлять. Таким образом, за 3-5 лет у вас будут 5-10 салонов. И доход, который придет, по этому модели распределяйте. 10% резервный фонд. 30% для покупки активов. 60% для расширения бизнеса. И из этого 60%. Еще одно свое образование берите. И все. Вы добиваетесь очень больших результатов. Но делайте это стабильно 5-7 лет. Тогда ты добьешься очень хороших результатов. Когда ты закончишь это по образованию. Возможно, потом у тебя еще появятся какие-то другие идеи. Но пока данный момент такой. Значит, 30% своей прибыли от салона накопите. Потом купите квартиру. Можете потом его купить в ипотеку, если захотите. Первоначальный визнос выносить. И потом ежемесячно оплачивать. Потому что вы же все равно и так на аренду будете платить. Следующий вопрос. Желаю вам успехов, ребята. Юрий, ты молодой и ты справишься. Запомни мои слова. Здравствуйте, уважаемый Садмуро. Мой вопрос такой. Как пережить кризис 2020 года? В каких активах хранить капитал? Как не потерять капитал? Стоит ли хранить его в наличных деньгах? Онлайн? Либо в металлах и прочее? Благодарю заранее. Дорогой мой, вот что скажу. Если у вас есть капитал, и если у вас есть бизнес, если у вас есть бизнес, держите деньги в ходовом товаре. Я всегда людям говорю, держи только резервный фонд. Резервный фонд – это 10% твоего прибыла годового. Держи наличными. Чтобы у тебя был резервный фонд. Если у тебя есть резервный фонд, это позволит тебе не мучиться в период кризиса. И долги не залезут. Дорогими процентами и так далее. Поэтому, кроме суммы, которая у вас резервный фонд, кроме суммы резервный фонд, если у вас есть капитал, этот капитал всегда держите на ходовой продукт. Если у вас есть бизнес. Я привожу один кейс, один пример. Знаете, два года назад мне задавали этот вопрос в Алмате, в тренинге. Я людям сказал, держите деньги в ходовом продукте. Вы его все равно продаете. Потому что ходовой продукт вы знаете. Берите его так, в таком объеме, который не просрочится. Бывает, что там могут сроки произойти, в таком объеме, который не просрочится. По ассортиментам контролюйте, но держите в ходовом продукте. Потому что любой кризис, что я заметил, сложно становится либо купить заново товар, либо таможенные проблемы начинаются, либо какие-то там, понимаете, нюансы появляются. И неважно, это политический кризис, это девальвация, инфляция, или там какие-то вот пандемии. Вот то, что сейчас произошло. После моего совета, там были, оказывается, несколько человек, которые были в этом состоянии. Недавно, когда был в Алмате, пару недель назад я был в Алмате, один из них был там и поднимал руку и сказал наставник, когда-то вы советовали делать так. И он, у него, оказывается, были деньги. Он, оказывается, не послушал меня, он пошел деньги, держал дома наличными, даже не в банке. И он сказал, что я не заметил, как вот это 200 тысяч долларов расходовалось. Туда-сюда, чуть-чуть тому отдал, чуть-чуть этому отдал, чуть-чуть еще кому-то отдал. И я не заметил, говорит наставник, вот за это полтора года все деньги ушли. Он, оказывается, был в мае месяце, 19, в мае месяце 19 года в моем тренинге. Вот за это время, это 200 тысяч, он потерял. Он говорит, появились разные ситуации, мне пришлось срочно что-то ремонтировать, что-то кому-то чуть-чуть отдать и так далее. А, говорит, мой друг, который со мной был, у него было где-то в районе полмиллиона. И он пошел и делал, как вы сказали. Он, оказывается, купил самый ходовой продукт в своем бизнесе. И смотрите, внимание обратите, сейчас начался кризис. Послушайте внимательно. Границы стали сложными. Цена скачала сразу на 30%, на некоторых его ассортиментах, 20%. И у него есть товар, у многих товара нет. У многих людей товара нет. А у него он есть. И он продает. И самое интересное, потом пошло, курс поменялся. То есть еще девел ватса пошло за это время. И еще там, получается, курс доллар поднимался. Дело в том, что теперь он этот ходовой товар продает и может закупить еще. Потому что он же дороже их продает, по сравнению с чем раньше. Он продает его чуть подороже и может купить такое количество товар, которое ему даже было раньше. И он в выигрыше за счет маржинальности и за счет того, что он не попадает в девальвации. То есть он не попадает за счет курс доллара. Поэтому, если у вас есть бизнес, деньги держите. Всегда ходовом товаре. Я много раз убедился в этом плане. Продукт не исчезнет. У него будут продаваться все равно. Когда курсы доллара меняются или когда что-то такое, вы все равно в выигрыше. Но если вы держите ходовом товаре. Теперь, если у вас есть стратегия сохранить деньги и увеличить. А если у вас есть стратегия купить что-нибудь, купить активы и так далее, и так далее. Например, вы накопили-накопили деньги, чтобы купить недвижимость или купить завод или не знаю, что-то либе такое. Ну тогда держите наличными. Ждите. Ждите, когда кризисный период. Цены падают. Можете что-то купить. Но если у вас есть цель такой. А у меня такая стратегия. 30% деньги я держу для актива, я посмотрю, вот эту сумму накоплю, накоплю, накуплю и жду. Когда что-то такое произойдет, я покупаю земли или там, не знаю, недвижимость и так далее. А вот 60% я всегда для расширения, развития, увеличения капитала держу. Поэтому вот это 60% я всегда покупаю тот ходовой товар, который у меня необходим. Тем более, если чувствую, что кризис и так далее, сразу куплю. Просто куплю и держу. Пусть и будет. Потому что знаешь, что его все равно продаешь. Следующий вопрос. Дорогой Сальмурот, меня зовут Сергей, я из Украины, город Харков. Я с большим удовольствием смотрю все ваши видео. Спасибо вам большое, что вы делитесь своими бесценными знаниями. Я работаю по найму учителем, руководитель физического воспитания, физической культуры. И свободнее от работы время. Я тренирую детей, играть в футбол. Вступаем с ними на различных соревнованиях и турнирах. И та и другая работа меня вдохновляет, так как я делаю качественные услуги людям, за которые меня благодарят дети, родители. И мне это приятно. У меня к вам такой вопрос. Я накопил небольшую сумму денег, 500 тысяч гривен. Это где-то 20 тысяч долларов. И хотел бы купить квартиру, так как живу в общежитии. Посоветуйте, пожалуйста, что мне лучше сделать. Купить квартиру и сдавать его в аренду. Разделить на студии или не нужно? Подскажите. А самому продолжать жить в общежитии? Положить деньги при этом, разделить их на несколько частей на депозит в разных банках? Или взять ипотеку, а деньги во что-нибудь вложить? Посоветуйте, пожалуйста. Смотрите, когда вы работаете и на зарплату накапливаете эти деньги, это нелегко накопить их. Я это знаю. Мой совет к вам такой. Если вы будете заниматься бизнесом, открывайте какой-то бизнес вокруг спорта. Поскольку вы это знаете, поскольку вы это понимаете. Магазин «Спортивный инвентарь» для вас самый удобный, небольшой. Интернетом, интернет-магазин откройте «Спортивный инвентарь». Я продаю это, я знаю, что такое. Один из моих бизнесов «Омега Спорт», мы этим занимаемся. Магазин «Спортивный инвентарь». Один то, что подходит вам. 20 тысяч как раз достаточно, чтобы небольшой открывать. Но если вы умеете навыки продажи. Если вы не умеете, вы должны посидеть человека, который хорошо понимает в интернете, интернет-продвижение хорошо умеет делать. Сейчас людям при вот этой пандемии и так далее, люди начали больше понимать, что надо заботиться о своей здоровье. Это один важный момент. Второе, что вы можете делать. Спортивный клуб открыть. Спортивный клуб открыть, где вы можете людей тренировать как раз заодно. То есть у вас, как вы учитель преподаете по физкультуру, продолжаете преподавать. Но пара часов преподавать у себя в спортивном клубе. Это круто. Или небольшой фитнес-зал открыть. 20 тысяч. Вы вложите, найдите какой-то бизнесмен, который вложит чуть больше. И открываете нормальный фитнес-зал. Это тоже принесет вам нормальный доход. Потому что это все вокруг то, что вы делаете. Или открываете спортивный клуб для детей. Спортивный клуб для детей. Это тоже очень хорошо. Из всего того, что мы сейчас говорили, это будет для вас самый выгодный вариант. Ваши 20 тысяч превращается в 100 тысяч. А сначала бизнес наладите. Еще год поживите или два года поживите в своем общежитии. Бизнес наладите. И потихонечку потом от дохода бизнеса, стабильный денежный поток пойдет. Бог даст. Из этого дохода этого бизнеса потихонечку начнете накопить себе на квартиру. Накопите. Купите себе жилье. Когда накопите, можете ипотеку купить. Например, вы первоначальный взнос накопили. Первоначальный взнос. Посмотрите, пожалуйста. Сумма ипотеки должна быть равномерной. Та сумма, которую обычно в кредитах платят. Обычно за аренплату квартира платят люди. Например, вы видите, что ежемесячно платите 300 долларов за ипотеку. И квартира надо отдать, тоже 300 долларов надо отдать. Вот, похоже на этого. Уловили, да? Вот, когда вот до этого дойдете, пожалуйста, купите. Для этого, может быть, либо 15% первоначальный взнос отдать, возможно, надо будет 30% первоначальный взнос отдать, чтобы ежемесячная оплата была меньше. Чтобы вы не напрягались, спокойно могли его закрыть. Вы очень сильный человек. Вы помогаете детям. У хороших людей все должно быть хорошо. Я убежден в этом. Жизнь справливая. У хороших людей должен быть характер хороший. Должна быть хорошая жизнь. Хорошая жена. Хорошая семья. Хорошие дети. Хорошие слова и хорошие поступки. У хорошего человека жизнь должна быть хорошей, красивей. Поэтому по плану двигайтесь, у вас все получится. У вас Бог даст, очень хорошо получится. Если вы найдете какой-то бизнесмена, предложите ему и вместе делите бизнес-план, и сделайте хороший фитнес-зал, и вы управляете производственной частью, а он управляет менеджментом, у вас дело пойдет очень хорошо. Я уверен в этом. Желаю вам успехов. Дорогие друзья, пишите, давайте теперь от теории, приходим к практике. Пишите в комментарии, что полезного вы брали из этого урока, из этого рубрика. Что было для вас самым важным из этого рубрика, нужным из этого рубрика для вас. Напишите внизу и делитесь своим опытом. Будьте креативным, свои мысли, но только пишите полезные, нужные и так далее. И рекомендуйте, пожалуйста, своим знакомым, друзьям, которые занимаются аналогичной ситуацией у них. Станьте причиной их изменения жизни. Я желаю вам успехов. Всегда приходите потом на следующие видео. Посмотрите на наши видео, которые приходят налево и направо. Приходите на них. Посмотрите дальше, усваивайте, найдите свободное время для себя и изучайте их. Потому что рубрика «Вопросы Довлатвы» я создавал. С какой целью? Часовой наша консультация 500 долларов люди платят мне. С 2012 года я цены на консультацию не поднимаю. Держусь на 1 уровень. За 1 час 500 долларов. Но они решают кучу про свои проблемы за это время. Но иногда бывает, что у человека 1-2 вопрос. Вот такие, да? 1-2-3 вопроса. И для него это дороговато за часовой консультацию пойти. Поэтому рубрика «Вопросы Довлатвы» создана для того, чтобы людям были доступны эти знания и информации. Я отвечаю одному человеку, несколько сотни тысяч человек получают ответ. Я потрачу на это немножко времени, но зато многим мы помогаем вместе. Поэтому рубрика «Вопросы Довлатвы» создана благодаря вот этих 3 важных показателей. Первый. Я экономлю свою жизнь, свое время. Я разговариваю один раз, а это многие люди много раз могут слышать. И много людей. Второй. Одному человеку отвечаю. Сотни тысячи людей получают ответ. Третий. Вам выгодно. За 1 вопрос не надо пойти 500 долларов платить, чтобы за 1 вопрос ответ получать. Вот это благодаря 3 выгода создана эта рубрика. Желаю вам успехов. До встречи.